Есть еще одна серия ресурсов. Прочитайте, пожалуйста. Комментарии. Вообще, комментариев сегодня неизмеримо больше, чем тексты, которые они комментируют. Библейские комментарии выходят каждый год. Пишутся новые, передаются старые. Один мой знакомый преподаватель, человек, которого я уважаю, очень уважаю, почти 20 лет своей жизни посвятил написанию своей главной книги. Трудом жизни этого человека стал комментарий на послание апостола Павла Кефесиным. Скажите, пожалуйста, сколько глав послания Кефесиным? Шесть, шесть, послание Кефесиным, шесть глав. В книжке, в этом комментарии, более 900 страниц. И почти 20 лет жизни автора. То есть человек преподавал, конечно, у человека семья, у него дети выросли. Но днем, вечером, ночью он занимался одним и тем же. Он писал комментарии. Человек изучил все, что можно было изучить по этому посланию. Когда комментарий вышел, люди, писавшие по этому поводу рецензии, говорили, что на ближайшие 20 лет это будет стандартный комментарий на послание Кефесиным. Обратите, пожалуйста, внимание на фразу «на ближайшие 20 лет». Это значит, что лет через 20 выйдет еще один, который будет лучше, который будет подробнее, более современный. Но чтобы через 20 лет он вышел, когда должен над ним начать работать его автор? Когда вышел. Да вот сейчас, совершенно верно. Вот это особенность библейских комментариев. Нужно сначала найти эту автору. Ну, Бог его найдет, если Бог хочет. Он уже где-то есть, я думаю, он уже даже пишет. Главное, чтобы он потом дельное что-то написал. Один из самых подробных, самых таких объемных комментариев на Священное Писание, на готовник, задача автора, в котором прокомментировать всю Библию от начала до конца, сегодня занимает уже более 60 томов. Каждый из этих 60 томов, ну, по размеру сопоставим с самой Библией. И, например, комментарий на книгу «Бытие» занимает два тома. То есть, понятно, что комментариев много. Понятно, что те комментарии, с которыми мы привыкли сталкиваться, малюсенькие комментарии, не знаю, в 4-5 томах, или даже комментарии Маккартура, это, в общем-то, пока далеко не все. То есть, мир комментариев огромен, это целая индустрия, и иметь все комментарии не позволит ни места в квартире, ни деньги, ни жена, которая скажет, зачем тебе столько книг. То есть, здесь нужно проводить определенные разграничения. Что нам нужно из комментариев, что нет. Во-первых, прежде всего, прежде чем обращаться к любым комментариям, последовательность действия такая. Проведите время, достаточное время в библейском тексте. Понимаете, искушение бывает следующее. Вот, мне нужно готовиться к проповеди на воскресенье. С понедельника по пятницу у меня другие дела. В субботу хочется провести время с семьей, но надо готовиться к проповеди. Так, что там такое у нас будет? Ага, вот я об этом буду говорить, хорошо. Смотрим библейский текст быстренько. Смотрим два-три комментария. Ага, все, проповедь слепили, сваляли. Мы не пропустили через себя проповедь. Мы не дали Богу через нас работать. Мы не получили откровения, которые мы собираемся передавать другим людям. Мы будем кормить их чужой пищей. Извините за некую грубость. Уже переваренной пищей, которую переварил за нас кто-то другой. Вот мы это будем преподносить в церкви и называть это духовным питанием. Неужели мы за этим поставлены? Конечно, нет. Поэтому, прежде всего, мы проводим время в изучении самого библейского текста. Мы занимаемся тем, что наблюдаем над текстом, вычленяем его структуру, задаем вопросы. Дальше мы обращаемся к библейским словарям, обращаемся к симфониям, обращаемся к справочникам, чтобы найти ответы на эти вопросы. И в результате у нас получается интерпретация. У нас получается толкование. И вот потом, уже на последнем этапе, для того, чтобы проверить, не ушли ли мы в ересь, мы берем в руки библейские комментарии. Вот опять-таки, эта позиция, этот взгляд, это взгляд реформации. Сначала мы даем возможность Богу взаимодействовать с нами, обратиться к нам через Священное Писание. И уже потом, после этого, когда это взаимодействие с Богом, это общение с Богом произошло, мы обращаемся к комментариям, для того, чтобы понять, а что Бог сказал другим людям, что Бог сказал другим христианам. Тогда все начинается с нас и с того, что нам говорит Бог. И продолжается уже нашим, скажем, проверкой того, что мы накопали на опыте церкви. Теперь, какие бывают комментарии, как ими пользоваться? На слайдах этого нет, поэтому расскажу просто на словах. Официального разделения, общепринятого разделения, классификации комментариев не существует. Поэтому то, что я скажу, это весьма условно. Во-первых, бывают комментарии текстологические. В текстологических комментариях автор говорит о том, что были такие-то рукописи, вот есть такие-то прочтения, есть такие-то прочтения. Скорее всего, верно такое-то прочтение. И иногда также комментируют, что это слово означает то-то, а это то-то. Яркие примеры таких комментариев это комментарии, которые выпускают на английском языке миссия перевода Библии Уиклифа. Эти комментарии выпускаются для переводчиков, которые призваны переводить Библию на другие языки. Чтобы перевести Библию на другой язык, переводчик даже должен сначала понять, что там написано. Ему не важно объяснять, что это значит. Ему нужно понять, что записано в оригинале. И вот комментарий и ставит перед собой такую задачу. Значит, различные версии, различные варианты и объяснение основных слов, терминов и так далее. Существуют комментарии толковательные, скажем так, толковательные. Цель которых истолковать священное писание. Иисус пришел в дом к фарисею. Такое случалось неоднократно, например, там-то и там-то и там-то. В такие-таки моменты. Что значит прийти в дом к фарисею? Какие были обычаи гостеприимства? Если к тебе пришел в дом человек, это что означает во времена Иисуса Христа в библейские времена? Совершенно не то, что сейчас. Это гости, это важно, это серьезно. Мы, я помню, когда мы приехали в Америку, в один из наших первых приездов, мы приехали в гости, мы опоздали, потому что самолет задержался на 5 часов. И вот нас принимают люди, у которых мы остановились, они американцы, а времени уже было часов в 9 вечера. И они повергли нас в легкий шок, потому что они нас встретили и говорят, вы знаете, ребята, вы опоздали, мы без вас уже поужинали. Вот залезайте в холодильник, что есть, найдете, ужинайте, а мы спать пойдем. Нас это поразило, сейчас бы это уже не поразило, потому что я думаю, что и сейчас мы бы в Москве могли бы сделать то же самое по отношению к нашим гостям. А тогда мы ожидали другого. Ну, даже если они нас не дождались, они не скажут нам, ребята, вот вы с полета, с самолета, вот залезайте в холодильник, ищите там что-то, разогревайте и так далее. Мы ожидали, что нас накормят ужином. И первое ощущение было, слушай, какие-то негостеприимные хозяева, вот как так. На самом деле, их гостеприимство выразилось в том, что они допустили нас в свой холодильник и в свою микроволновку. А это, друзья мои, очень и очень серьезно. Я тогда залез в холодильник, говорю, ой, мороженое какое, буду мороженое. Вот их гостеприимство выразилось в том, что я мог съесть тогда это мороженое. Значит, хороший комментарий объяснит вам, как это было в библейские времена, чего ожидали, чего не ожидали, как было принято, как было не принято. Он истолкует текст. Есть комментарии богословские, богословские, в которых речь, прежде всего, идет не о событиях, а о богословских понятиях. В богословском контексте. Что значит вот это событие, даже, допустим, в свете божественности Иисуса Христа или человечности Иисуса Христа? Какие богословские выводы можно этого сделать? Наконец, есть комментарии практические или пастырские, или даже проповеднические. Как это применять, как об этом проповедовать? Есть комментарии, в которых вы берете этот комментарий, и там идет, допустим, комментарий на седьмую уголовую послание к римлянам. И начинается все с одного-двух каких-нибудь забавных случаев из жизни автора комментария, комментатора. В богословских комментариях, в лингвистических комментариях такого никогда не увидите. В пастырских, проповеднических комментариях сколько угодно. Потому что пастыр или комментатор фактически записывает свои проповеди с примерами, даже с шутками, с какими-то цитатами. Тут возникает такое желание, о, великолепно, вот я, если я проповедник, если я служитель, я возьму такой комментарий, вот и проповеди мне готовы. Проблемы здесь, по крайней мере, три. Во-первых, проблема честности. Да, это не ваши проповеди. Во-вторых, проблема того, что вы окормляете церковь уже потребленной и переваренной пищей. А в-третьих, проблема того, что в церкви или среди вашей аудитории вполне может найтись человек, который возьмет в руки тот же комментарий. Либо до вашей проповеди, либо после вашей проповеди, неважно. Он вдруг увидит, что то, что сегодня рассказывал пастор, как случай из своей жизни, описано в книге, опубликованной лет за 30 до рождения того пастора, как событие, произошедшее с кем-то еще. В России пока такое бывает редко, на Западе такое бывает. И у пастора бывают серьезные-серезные проблемы. Но все на самом деле начинается с вопроса честности. То есть, действительно ли я это накопал? Действительно ли Бог мне это открыл? Или я взял и списал проповедь у кого-то еще? Значит, комментарии. Пользуясь различными комментариями, вы увидите также, что авторы комментариев далеко не всегда друг с другом согласны. Например, открываете большой, серьезный комментарий на первое послание Коринфянам. И находите, что там говорится о первом послании Коринфянам, 11 глава. А начало первого послания Коринфянам, 11 глава, это момент довольно сложный. Потому что там Павел говорит о покрывале. О каком покрывале? Нет, это 2 Коринфянам 3 глава. Кто-то должны покрывать головы. Да, покрытие головы для женщин. Там есть несколько объяснений, почему это покрытие важно. Как власть, как знак власти, что жене глава муж, муж глава Христос. И как для ангелов, что покрывает для ангелов. И вот большие комментарии, которые действительно пытаются ухватить все, что возможно, говорят, что по поводу 11 главы первого послания Коринфянам существует несколько десятков толкований. И потом комментаторы перечисляют эти толкования. Есть такое, есть такое, есть такое. И в некоторых комментаторах их авторы говорят, я считаю такое-то толкование наиболее вероятным по такой-то, такой-то причине. Другие комментаторы делают короче. Говорят, есть несколько десятков толкований, но верно такое-то, такое-то, потому-то и потому-то. При этом другие толкования вам даже не даются. А в каком-то смысле выбирать комментарий, это как выбирать себе костюм или платье. вы приходите и меряете брюки, меряете пиджак. Вроде бы нормально, но не сидит на мне. Не смотрится. Неудобно я себя чувствую. Точно так же и с комментариями. Допустим, есть несколько авторов, это действительно здравые богословы, это евангельские богословы, это люди, приверженные авторитету священного писания. Но среди них каждый из нас найдет тех, кого нам проще всего понимать. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com По поводу комментариев я скажу также, что есть старые комментарии, скажем, комментарии Баркли, это комментарии уже с историей, комментарии, что называется, с бородой, с определенным авторитетом. Они важны, они важны как классика, среди них вы многого можете научиться. И есть также комментарии современные, комментарии современных авторов. Вот в общем-то, в любом случае полезно иметь в своем арсенале и то и другое. И старые, испытанные, проверенные комментарии и комментарии современных авторов. А чтобы решить, пойдет вам этот комментарий или нет, просто почитайте его. Выбирайте, допустим, комментарий на послание к римлянам. Вот вы читаете несколько глав и пытаетесь понять, как данный комментатор подходит к библейскому тексту. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok